Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня хотела бы обсудить с вами такие нежелательные явления, проводимые химиотерапией и гормонотерапией, как слабость, токсический мозг и периферическая нейропатия. Достижения последних лет в усовершенствовании методов лечения рака молочной железы позволили значительно увеличить общую выживаемость среди наших пациентов. Мы можем меньше, нежели сейчас пациенты исходно теми же данными. И в этом ключе наибольшее значение приобретает качество жизни пациентов в отдаленных перспективах, на которые не могут не повлиять такие сложные и малоизученные осложнения, как токсический мозг, общая слабость и периферическая нейропатия. Общая слабость является действительно распространенным осложнением, которому зачастую уделяется недостаточно внимания. До 40% пациентов испытывают выраженную общую слабость даже через два года и более после завершения лечения. Считается, что основной теорией, которая объясняет возникновение данного нежелательного явления, является цитокиновая теория. Опухолевые клетки, клетки опухолевого микрокружения способны к выработке провоспалительных цитокинов. Также этой способностью обладают нормальные ткани организма человека в ответ на проводимое противоопухолевое лечение. Вместе с этим присутствует гиперактивация врожденного иммунного ответа, накладывается психологический стресс, депрессивное расстройство, тревожное расстройство, катастрофизация болезней, которые неизбежно приводят к нарушению сна и физической активности. Все это нарушает работу гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы, вегетативной нервной системы, которые регулируют выработку глюкокортикоидных гормонов, являющихся естественными факторами, ограничивающими патологическое воспаление в нашем организме. Все это в совокупности приводит к нарушению метаболизма нейромедиаторов центральной нервной системе и развитию поведенческих изменений, которые ассоциированы с общей слабостью. Разумеется, общая слабость может быть не только проявлением опухолевого заболевания и противоопухолевого лечения, это может быть как проявление других состояний, которые требуют специфической коррекции. Это анемия, дисфункция щитовидной железы, болевой синдром или докомпенсация сопутствующих заболеваний. Существуют специализированные шкалы, которые помогают врачу оценить риск возникновения выраженной общей слабости после проведенного лечения по поводу рака молочной железы. Одна из этих шкал представлена на слайде, вы можете перейти по Куркоду и оценить у каждого своего пациента, который получает данное лечение. Это очень важно в том контексте, что повышенная осведомленность может привести к более раннему началу лечения данного осложнения и облегчить доступ пациентов к поддерживающей терапии тогда, когда это им максимально необходимо. Важно отметить, что коррекция общей слабости является мультидисциплинарной проблемой и требует комплексного подхода. Одним из важных пунктов коррекции общей слабости является поддержание регулярной физической активности. Здесь эксперты зарубежных организаций сошлись мнения с Всемирной организацией здравоохранения, когда говорят о объеме необходимой физической активности. Эти рекомендации дал ВОЗ для условно здоровых людей, но также это применяется и к онкологическим пациентам. Рекомендуется не менее 150 минут в неделю умеренно интенсивной активности или не менее 75 минут в неделю активности высокой интенсивности. Разные сообщества по-разному интерпретируют, как определить интенсивность активности, однако везде указывается, что одна и та же физическая активность может просто выполняться в разном темпе, можно плавать быстро, можно медленно, можно бегать быстро и медленно, и это определяет необходимый объем физической нагрузки. Также важную роль здесь занимает когнитивно-поведенческая терапия, которая направлена на выявление и коррекцию рациональных убеждений относительно самого заболевания, относительно проявления слабости и обеспечивает социальное функционирование пациента. Не стоит забывать о модификации образа жизни. Здесь мы подразумеваем коррекцию питания, она должна быть регулярная, сбалансированная и полноценная. Отказ от таких неблаговерятных факторов, как курение, употребление алкоголя и так далее. Также могут применяться такие методы, как медитация, массаж, иглоукалывание, йога и арт-терапия. Да, самостоятельно эти методы не могут привести к коррекции проявления астанизации, однако в комплексе с другими методиками это может привести к повышению уровня мотивации и социальной адаптации у пациентов. Также учитывая патогенетический механизм общей слабости, свою роль здесь заняли и антидепрессанты. Благодаря своему эффекту действия они способны восстановить баланс цитокинов и нейромедиаторов в центральной нервной системе, что приведет к улучшению общего самочувствия пациента, уменьшению общей слабости и когнитивных расстройств, которые могут возникать на фоне этого нежелательного явления. Подытожим. До 40% больных испытывают слабость даже спустя 2 года после завершения лечения. Требуется исключить другие причины общей слабости помимо опухолевого заболевания и активно выявлять риск развития общей слабости у пациентов. В качестве мер профилактики и лечения активно используются поддержание регулярной физической активности, когнитивно-поведенческой терапии, модификацию образа жизни, такие методы как медитация, массаж, иглоукалывание и свое место нашли здесь антидепрессанта. На фоне проводимой химиотерапии после завершения возможно развитие когнитивных нарушений и для данного состояния существует специфический термин это токсический мозг или химический мозг. Такому состоянию подтвержены до 37% пациентов и данное состояние может сохраняться в пределах до полутора лет после завершения лечения. В рамках этого временного интервала в большинстве случаев состояние оккупируется самостоятельно без дополнительного вмешательства. Развитие данного состояния связано с воздействием нейтротоксичных препаратов, таких как антрациклина. Считается, что химиопрепараты плохо проникают через гематоэнцефалический барьер, однако был проведен ряд исследований, которых показано, что после внутривенного введения химиопрепаратов хоть небольшая концентрация их все же присутствует в тканях головного мозга, что не позволяет добиться противоопухолевого инфекта в центральной нервной системе, однако позволяет данным препаратам оказывать токсическое действие на центральную нервную систему. Возникает выраженная метахондриальная дисфункция, что приводит к активации провоспалительных цитокинов, выделение активных форм кислорода, которые в свою очередь усиливают нейровоспаление, способствуют образованию бета-амилоида, и в совокупности данные процессы приводят к нейродегенерации. Это естественные каскады, которые у нас происходят в организме в ходе естественного старения центральной нервной системы. В ходе гормонотерапии также возможно возникновение некоторых когнитивных нарушений у пациента, и в большинстве случаев это связано с резким поделанием уровня эстрогена в крови. Данное состояние ассоциировано с более высоким риском развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Существует ряд других факторов, которые могут усугубить вероятность развития токсического мозга или глубину данного состояния. Это в том числе и генетический полиморфизм, наличие сопутствующих заболеваний, которые могут сами по себе быть причиной развития энцефалопатии, пожилой возраст пациентов, образ жизни, употребление алкоголя, курение, нерегулярная физическая активность также могут провоцировать данное осложнение. Важно отметить, что психологический статус также влияет на данное состояние. Тревожное расстройство, депрессивное расстройство усугубляют уже имеющиеся симптомы. Некоторые авторы сравнивают токсический мозг по своему длительному эффекту и глубине когнитивных нарушений с травматическим поражением головного мозга. Клинически данное состояние может проявляться выраженной усталостью, снижению памяти и снижению скорости обработки информации. Все эти клинические проявления могут самостоятельно привести к депрессии и тревожному расстройству, что образует порочный круг, который сам себя усугубляет. Не всегда когнитивная дисфункция становится сразу очевидна для пациента, когда он находится на фоне лечения, он находится дома и не выполняет свои привычные рабочие функции когнитивные. Также некоторые пациенты могут счесть данные жалобы несущественные и не предъявить своему врачу. Поэтому активное выявление данных жалоб является очень важным и ложится на плечи врача. Например, наши коллеги из НССН привели ряд вопросов, которые могут выявить у пациентов такие трудности с концентрацией внимания, трудности со скоростью обработки информации и с запоминанием информации. Итак, когда мы у пациента диагностировали развитие когнитивных осложнений на фоне проводимой химиотерапии, первым делом нужно убедиться, что данные когнитивные нарушения — это последствия нашего противоопухолевого лечения, а не признаки прогрессирующего неврологического заболевания или признаки метастазирования в головной мозг. В данном случае какой-то специфической лекарственной терапии не предусмотрено. Да, ведутся исследования, где изучаются препараты, которые используются для лечения болезни Альцгеймера, но на данный момент эти препараты в рамках испытаний. Очень важным здесь является поддержание регулярной физической активности пациента, также важна когнитивно-поведенческая терапия и важно обучение организационным стратегиям пациента. Рекомендуется использовать всевозможные напоминания, записки, стикеры и организовывать свой рабочий день таким образом, чтобы максимально когнитивно-затруднительные задачи были в первой половине дня, когда пациент полон энергии и бодр. Подытожим. Токсическим мозгом сталкивается до 37% пациентов даже через 6 месяцев после завершения лечения. Это диагноз исключение, и в первую очередь нужно исключить метастазы в головной мозг и наличие прогрессирующих неврологических заболеваний. В качестве профилактики лечения рекомендуется поддержание регулярной физической активности, когнитивно-поведенческой терапии и обучение организационным стратегиям пациента. Еще одним осложнением, которым сталкивается каждый из практикующих онкологов, очень распространенной является периферическое поле нейропатия. До 40% пациентов сталкиваются с периферической поле нейропатией. В большинстве случаев она первой степени, но до 22% пациентов могут столкнуться с нейротоксичностью второй-четвертой степени. В большинстве случаев данная патология купируется самостоятельно с течением времени, однако до 14% пациентов имеют симптомы нейропатии даже через год после завершения лечения, а до 12% через два года. В большинстве случаев данное состояние проявляется сенсорным компонентом в 98%, однако до 15% пациентов могут иметь также моторный компонент. Механизм развития периферической нейропатии связан с морфологическими функциональными нарушениями периферических нервов и подразделяется на аксонопатии, то есть аксональной аномалии, и миелинопатии, то есть аномалии миелиновой оболочки. Токсаны как основной фактор периферической нейропатии препятствуют активации глиальных клеток и приводят к разрушению микротрубочек методического веретена зеления, что нарушает аксональный транспорт. В первую очередь страдают чувствительные нейроны, которые имеют самые длинные аксональные отростки. Существует также ряд факторов, которые способны увеличить риск развития периферической нейропатии и ее глубину. В том числе возраст, пожилой возраст увеличит риск развития периферической нейропатии до двух раз. Генетический полиморфизм может увеличить риск развития до четырех раз. Наличие сопутствующих заболеваний, таких как диабет или предшествующие нейропатии, могут увеличить риск до восьми раз. Или ожирение. Образ жизни также важен. Курение увеличивает риск полинеропатии в два с половиной раза. И недавно было показано в исследованиях, что дефицит витамина D также увеличивает риск развития периферической нейропатии. Методы коррекции периферической нейропатии нам хорошо знакомы, но зачастую врачи используют только некоторые из них. Было показано, что только совокупность данных методов может привести к сохранению качества жизни пациента на приемлемом уровне без потери эффективности лечения. В первую очередь здесь хотела бы сказать о менеджменте доз в нейротоксичных препаратах. В некоторых ситуациях, когда нейротоксичность достигает третьей-четвертой степени, возможно даже отмена нейротоксичного препарата. Также важна комплексная гериатрическая оценка у пациентов старшей возрастной группы, в ходе которой могут быть выявлены показания для исходной редукции доз нейротоксичных препаратов на старте лечения. Очень важно выполнение физических упражнений до появления симптомов. Сразу же тогда, когда мы начали вводить пациенту нейротоксичный препарат, мы можем рекомендовать ему ряд упражнений. Важно корректировать уровень витамина D. Очень многие пациенты имеют дефицит данного витамина, особенно в нашем регионе, и назначение хотя бы профилактических доз этим пациентам может оказать значимое влияние на их общее состояние. В качестве топической терапии могут использоваться пластыри с лидокаином в качестве противоболевого препарата, могут использоваться пластыри с капсаицином и с ментолом в качестве препаратов, которые улучшают кровоснабжение периферических тканей. В качестве лекарственной терапии могут использоваться нестероидные противовоспалители и опиоиды в качестве противоболевой терапии. И одними из самых главных в данной области препаратов, которые имеют наиболее сильную доказательную базу, являются длоксетин и габапентин. Также данным пациентам может помочь функциональная терапия, которая включает в себя иглоукалывание, терапию с биологической обратной связью и через кожные электронейростимуляции. С данным осложнением периферической нейропатии сталкивается до 40% пациентов. В большинстве случаев это нейропатия первой степени и чаще всего она оккупируется самостоятельно, однако до 12% пациентов имеют симптомы нейропатии до 2 лет после завершения лечения. Важно здесь проводить активный сбор жалоб пациента и неврологический осмотр. В качестве мер профилактики и лечения данного состояния используется коррекция доз нейротоксичных препаратов, выполнение комплексно-физических упражнений, коррекция уровня витамина D, топическая системная терапия и функциональная терапия. Для коррекции осложнения химиотерапии и гормонотерапии, в том числе астении, депрессии, когнитивных нарушений, периферическое поле нейропатии, необходим комплексный персонализированный мультимодальный подход с привлечением специалистов различных специальностей для современной профилактики, эффективной терапии, что позволяет дописать стабилизацию ремиссии и улучшение качества жизни наших пациентов. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...